Всем привет друзья, с вами Джонни и это 53 серия нашего пути до сета аксессуаров за 25 тысяч АЗ коинов. Сегодняшняя серия заслуживает того, чтобы вы прямо сейчас поставили лайк, подписались на канал, если до сих пор не подписаны, ибо мне удалось выполнить еще одну цель. Короче, играю я на 16 сервере Arizona RP Gilbert, скачать лаунчер ты сможешь по ссылочке в описании, если будешь регистрировать новый аккаунт. В поле пригласившего тебя друга обязательно указывай мой никнейм, за это на пятом уровне ты автоматически получишь 300 тысяч. И также на пятом уровне указывай самый топовый и прокачанный промокод, решеточка стар, за него ты получаешь системно 720 тысяч, ну а если отпишешь мне вконтакте, я докину еще один миллион. Желаю вам наиприятнейшего просмотра. Начинается наша серия с того, что я забрал свой ДФТ-30, который покупал буквально две серии назад. На руках у меня прямо сейчас 451 миллионов. Сделал небольшие подсчеты, и по идее, если продать ДФТ, ну а также сделать еще несколько махинаций, у меня будет ровная сумма для покупки счета Капитана Америки плюс 15. Поэтому отправляемся прямо сейчас на автобазар. Приехал я в место назначения, ну и в общем-то. Выставляем ДФТ-30 на аукцион, ибо я пока что не нашел конкретного покупателя, но так как здесь много игроков, возможно кто-то захочет его купить. Покупал я его ровно за 100 миллионов, ну и комиссия 4 ляма. Средняя цена на эти машины где-то примерно 120 миллионов. Поэтому решил я его выставить за 120 кк. Также на нем есть две детальки тюнинга, ну а также доска для серфа. Машина была выставлена на аукцион. Пока что никто не поставил еще ставку. Но и до конца аукциона у нас есть ровно 30 минут. Где-то за 12 минут я нашел игрока, который был готов купить у меня ДФТ за 100 миллионов. Это та же стоимость, за которую я его купил. И в моменте я был уже готов продать ему за 100 лямов эту машину, но у меня произошел баг, и я просто не мог сесть в свое транспортное средство. И когда я думал, что мне стоит сделать, релогнуться, либо же перезайти в игру, подходит другой игрок, который говорит, что готов он купить эту машину за 135 миллионов. Поначалу я подумал, что он шутит, но по итогу он делает ставку в аукционе и ставит 125 миллионов. Но раз он поставил ставку, отменить он ее никак не сможет, и получается 100% эта машина достанется ему. Ну если, конечно, его никто не перебьет. Аукцион закончился, и мы видим. Поздравляем с продажей транспорта ДФТ-30, он был выкуплен за 125 миллионов. И если посмотреть, то на руках у меня прямо сейчас 576 миллионов. Релогаемся в игру, появляемся в домике, ну и в общем-то я решил забрать всю прибыль со своей майнинг-фермы. В каждой из видеокарт набралось по 6 биткоинов. Я думаю, что прямо сейчас мы соберем все битки, поедем в центральный банк и обменяем их на верты. В инвентаре у меня было 1158 биткоинов. Текущий курс у нас довольно приятный, а именно 28 тысяч. Обменяв биткоины, я получил примерно 32 миллиона. Итого на руках у меня было уже 608 миллионов. Также забираем 7 ларцов организации за то, что я отыграл нужное количество часов. Ну и раз мы находимся в центральном банке, думаю, можно забрать деньги с основного счета, ну а также с депозита. На основном счете у меня было 5 миллионов 300 тысяч, ну а с депозита снимем, пожалуй, 10 миллионов. Итого на руках у меня 623 миллиона. Этих денег мне хватает прямо впритык. Для того, чтобы купить щит Капитана Америки плюс 15. Также была идея купить стоковый щит, потратить на него гораздо меньше денег. И со временем уже самому сделать его плюс 15. Но я так подумал, раз у нас уже есть нужная сумма денег, почему бы сразу не купить его плюс 15. Далее я вышел из игры и зашел только под вечер. Заметил, что мой шарик нуждается в ремонте, поэтому летим в мастерскую одежды. Снимаю с себя все аксессуары. Ну и конечно починим сразу же все доступные аксы, чтобы в ближайшее время снова не забегать в мастерскую одежды. Написал я один раз в випчат то, что покупаю щит на своем сервере, но никто мне так и не позвонил, поэтому лучшей идеи кроме как полететь на остров Вайсити я не вижу. Отправляемся в аэропорт Лос-Сантоса и мгновенным перелетом оказываемся уже на Вайсити. Собираю свой шарик и долетаю до центрального рынка. Здесь у нас как всегда очень много барыг, ну а также обычных игроков, которые продают свои предметы. Решил я сначала забежать на центральный рынок и пройтись по всем лавкам. Для того, чтобы присмотреться, может кто-нибудь продает этот самый щит. В одной лавке игрок продавал сразу два таких щита, один стоил 5,5 миллионов, ну а другой 5,2. Разница в них была в том, что на одном установлена нашивка на защиту, а на другом нашивка на удачу. Как вы знаете, мне нужен сет минус 90, поэтому мы будем приобретать щит с нашивкой на защиту, но 5,5 миллионов у меня нет. Нашел еще одного игрока, который продавал щит, но в этот раз за 5,4 миллиона. Я так подкинул, если обменять прям все деньги, которые у меня есть, то у меня выходит ровно 5,2 миллиона Vice City. Короче, в лавках я не нашел щит по нужной мне цене, поэтому встал в толпу и стал писать в вип-чат, ну а также кричать о том, что хочу приобрести щит. В определенный момент замечаю игрока Джезус Ривера, вижу, что на него нацеплен сзади щит Капитана Америки и предлагаю ему отойти в сторонку для того, чтобы поговорить. Игрок мне дал понять то, что щит у него продается, предложил я ему сразу 5 миллионов, также написал, что это все мои деньги, но он написал, что последняя цена это 5,2 миллиона. И когда игрок ни в какую не идет на уступки, знаете, это прям настоящий мать его барыга. Короче, только что был в банке и обменял ровно 5 миллионов Vice City долларов, давайте предложим ему трейд и сразу напишем здесь 5 миллионов. Тот самый игрок ни в какую не хотел мне уступать, поэтому ладно, возвращаемся обратно к банку, обмениваем еще 200 тысяч Vice City долларов, тратим на это 24 миллиона. Также, друзья, на Vice City встретил подписчика Йосука Кастро, который дал сегодня на розыгрыш переносной ларек доллар плюс 4. Предлагаем обмен тому самому Джезусу, я ставлю 5,2 миллиона, ну а он ставит щит плюс 15, обмен проходит успешно. И, друзья, еще одну цель из нашего пути мы выполнили, надеваем его прямо сейчас. Ну и по сути, можно сказать, что сет из Marvel Axe уже собран, ибо следующие аксессуары, которые я хочу купить, когда мы их будем надевать, они будут заменять этот самый щит. Ну, ради галочки, я думаю, что в этом пути мы должны собрать все имеющиеся аксессуары за 25 тысяч азекоинов. По сути, нам осталось собрать еще половину аксов. Это русский боевой топор, молот Тора, ну и пускай будет голова робокопа. Вернулся я, короче, обратно на свой родной Гилберт. И, как мы видим, на руках у меня осталось 674 тысячи. Победитель на розыгрыш из прошлой серии прямо сейчас у вас на экране, отпиши мне вконтакте, чтобы забрать свой приз. Условия, как всегда, простые, достаточно просто подписаться на канал, поставить лайк и в комментариях написать свой никнейм, неважно на каком сервере вы играете. Но если вы хотите, чтобы следующая серия вышла уже завтра, то набираем здесь 1000 лайков. Всем до скорого!